Я Валерий Заненко, и сегодня моя задача будет убедить тех, кто любит играть в настольный теннис, чтобы смотреть на профессионалов, и это еще и полезно для собственной игры. Потому что существует такое мнение, что они там играют, пускай играют, а нам здесь играть нечего на них смотреть, потому что в любом случае мы ничего хорошего не подчеркнем. Нет, можно смотреть, правда не на всех, да, и я сегодня на примере Аламяна Нашада расскажу, что можно использовать в своей игре, как можно внедрить, какие элементы можно внедрить для своей игры, чтобы ее обогатить и приблизиться максимально к топовым игрокам. Итак, поехали. Вот у Нашада, поскольку у него весь акцент идет на левую сторону, то справа ему нужна для подыгровки. Посмотрите, как он сейчас будет справа играть. Он будет, ну просто кое-как, хоть как-нибудь, да. То есть мы все заморачиваемся насчет техники, а человек, который был в 40-м мире, сейчас 70-й, он не заморачивается насчет техники, он справа подыгрывает. Там, слева да-да, справа подыграл, дальше на левую сторону. Вот это очень интересно, посмотрите. Вот он принял, смотрите. Вот, просто взял, отмахнулся и завершил слева ударом, да. Отмахнулся, как от мухи какой-то, вот так взял, отмахнулся просто, как от мухи. Взял, отмахнулся. То есть, вот это очень интересный момент, что настолько у него дисбаланс происходит между левой и правой стороной и в сторону левой стороны. Я могу сказать, что вот Аламян, ему 29 лет, да, он может так еще лет 20 играть. Вот на этом уровне, в сотке мира, вот благодаря своему чувству мяча и благодаря тому, что он хорошо очень игру читает. Давайте еще раз посмотрим. Отмахнулся, раз. Ну и завершение, конечно. Ну вот это завершение, да, опять-таки, корпус удерживает. Корпус удерживает. То есть нет ласточки, да, не происходит ласточки. То есть он удерживает корпус и корпус удерживает и вот так вот просто продавливает мяч. Замах из середины идет, замах из середины идет и дальше корпус удерживает и играет таким вниз. Но это именно благодаря тому, что у него жесткая рука. Вот если делать такой расслабленной рукой, там будет, скорее всего, либо ошибка, либо мяч полетит неплотно. А он умудряется по прямой, по прямой. Потому что если по прямой сделаешь не сильно, то потом тебя просто забьют. А ты раз, он и... Пожалуйста. И сейчас будет комбинация от Аламяна. Вот, значит, подача, которую мы будем подавать обратную, она достаточно серьезная. То есть вот так подать тяжело. Вот. И посмотрите, что дальше происходит. То есть это у нас 1-1, 8-4. Игра на выбывание. То есть серьезный момент в матче. И Аламян берет, подает обратную подачу. Опять там показывает много раз, куда, что там. Чтобы не видно было, куда такое вращение будет боковой. Подал. И он знает, что там придет потом к ним обратно его боковой. И он по вращению сыграл. Причем сыграл так, что у Зуди даже мяч не коснулся с ракеткой. Траектории мяча с ракеткой они не встречаются. Просто не встречаются. Вот. Что нужно было делать Зуди? Конечно, надо было, как он ногу поставил, только надо было открыть ракетку. И сыграть уже открытую ракетку через вращение. Но даже на таком уровне такие ошибки встречаются. То есть мяч был не быстрый. Да, Аламян хорошо сыграл. Но как бы подсядь под мяч, открой ракетку, положи мяч на ракетку и прокрути как следует. Как следует можно прокрутить. Вот смотрите, еще раз. Раз, подал, крутанул. Оп. И вот каждый раз просто в неловкое положение ставит своего соперника. И ты думаешь, вот как же так, а? Опять меня обманул. Но интересно, что Зуди даже не играет Аламяна подлево. То есть поскольку под закрытую сторону. Потому что он знает, что придет оттуда неприятный мяч. Он играет все время вправо. Аламянов играет вправо. И тот все равно умудряется заходить и атаковать слева. Ну это, кстати говоря, это прикол. Потому что это здорово. Потому что потом при 9-9 Аламян все время может зайти справа, если надо будет. Да, понадежней. Вот посмотрите, подает Аламян. Зуди принимает ему прям откровенно. Плохо принимает, да, вот эту подачу Аламянскую. Вправо-высоко. Аламян все равно не бьет справа. Потому что слева он чувствует себя надежнее, да. То есть он все равно заходит, играет косо-косо прямо. Посмотрите, мяч вылетает за боковую линию сюда косо. Ну и все, выиграет очко. Ну вот скидка, да. То есть вот смотрите, сейчас скидку покажет Аламян, как делать скидку слева. То есть всем там, как говорят сейчас, вот банан. Вот надо резко делать, там вот банан, там. Смотрите, игрок 70-й в мире, да. С бэк-эндом с таким, что его бэк-энд превосходит его правую сторону. Ну в десятки раз. Ну там, в общем, там много раз, да, превосходит в сторону. Вот. И он, посмотрите, как скидывает. Он не делает какое-то движение заранее. То есть он не берет там и не делает замах заранее. И там он подвносит ракетку к мячу. Подносит. И потом продавливает мяч. Просто перекидывает, да. Ну чуть больше закрытой ракеткой. Ну вы можете делать это более открытой ракеткой. Но он не делает замах там. Вот знаете, там, как говорят, хоремота там. Вот на мяч выходит, да. И прям там замах там, сильнейший замах до мяча большое движение делает. Ну и так все пытаются делать, да. И в итоге очень много ошибок. Вот на любом уровне, там, вплоть до КМС. Не знаю, у мастеров реже встречается. Как правило, уже встречают мяч, знают эту вещь. Надо поднести ракетку к мячу. Поднести к ракетку к мячу. Почувствовать, что мяч лежит на ракетке. И после этого уже играть. А как получается? Раз там посмотрели хоремота, там, малонг. Там, раз замахом, там, играют мяч. Раз ошибка, два ошибка. Один раз попали из четырех. Ага. Ну вот. И думают, вот я попал один из четырех. И вот я сейчас подведу вот к этому состоянию. И буду попадать не один из четырех, а три из четырех. И все будет хорошо. Нет. У вас будет также один из четырех. Вот надо делать. Вот как он делает. Он подносит, прочувствовал, прожал, сыграл. И это сразу выигрыш очка. То есть не скоростью, да? А скорее качеством, да? Прожатие. Мяч летит все время разный. Возвращает вращение обратно сопернику. Часто бывает такое. Посмотрите еще раз. И все. Звук слышали, да? Еще раз посмотрите. Послушайте звук. Вот он, прожал его. Все, выигрыш очка. Счет посмотрели, да? 2-1. Аламян ведет. И 3-1, да? Зуди сейчас, ну, как важное очко, да? То есть там, как будет там. И он, конечно, понимает, что если совсем сыграть плавно, там, может быть, Зуди атаковать будет. Вот это прожатие позволяет зарабатывать нужное очко. И сейчас становится 3-2. Ну вот, напоследок, еще один топ. Слева от Аламяна. Смотрите. Оп. Все, выигрыш очка. Не количество вращения, а скорее плотность удара. И причем, смотрите, что делает... Зуди это правильно делает. Вот он сильно увлекся тем, чтобы уводить Аламян от его левой стороны, потому что из совсем левого угла Аламян может и зарядить как следует. И он правильно делает, это подает коробку подачу налево, чтобы потом освободить угол правый Аламянский, куда можно будет потом опять сыграть. И нормально. Аламян успевает ногами. Смотрите, еще раз. Вот подача коробка сюда. Раз. Чтобы смесить, смесить. Он знает, что потом пойдет подвеска в ту сторону, заходит очень глубоко, спина ровная. Все, зашел. и продавил мяч, просто перекинул. И мяч перед Зуди падает. Потому что если Аламян больше накрутил бы, то мяч наскочил бы на Зуди, он бы сделал бы нормально, по удобному мячу. А тут получилось то, что мяч просто падает. Вот он не долетает. Зуди подсаживается под мяч, но мяч не долетает до него. Ну вот, конечно, можно немножко юмора. Не знаю, будете вы такое применять или нет. Посмотрите, вот когда вам совсем лень играть справа, можно перехватить в правую руку, в неигровую руку, скажем. Посмотрите сейчас. Раз. И подрезать. Потом доиграть уже слева. Ну тут скорее Зуди просто не ожидал, что такое возможно. Давайте еще раз посмотрим. Оп. Сейчас, смотрите. Была в левой руке, да? И вот он перехватывает. И еще ход. Набивает. Вот перехватывает. Вот как раз момент перехвата. Перехватывает в неигровую руку. И не бьет, а режет, да? Я вам скажу, что твоя встреча была очень важна. Эта встреча была первого круга. Вот того турнира, который первый был турнир, да? И посмотрите. Первый сет выигрывает Зуди. И аламян ведет 6-5. То есть важное очко. Вот сейчас это не пижонит, да? Он как бы, он так чувствует. Чувствует, что можно сыграть вот так вот. Подрезать. Инициативу не отдаст. Что-то не пижонство. Ну не чувствует хорошо, что можно докрутить справа. Но не хватает мощи, да? Докрутить справа. То есть он именно разводит. Именно разводит. Это бывает часто в игре. То есть мы получается, что вынуждены часто крутить справа, потому что по высоким мячу надо крутить справа. Но бывает не может докрутить своего соперника. Он может кидать очень долго. И Зуди это знает. Он отходит от стола, знает, что аламян его не докрутит. Но, что хорошо, что вот есть такие вот моменты, которые аламян использует в свою пользу, что вот он берет, перехватывает, допустим, и просто срезает право в угол. Просто срезал право в угол. Смотрите. Еще раз. Перехватил. Срезал. И уже дальше. Почему мяч улетел? Он у Зуди за стол. Это наложились вращения. Вот аламян взял и подрезал. Просто подрезал в правый угол. Что с боковым вращением? Что сделал Зуди? Он добавил туда свое верхнее вращение. Но бок остался. И когда аламян пришел мяч обратно, он взял и просто слева подстал мяч и вернул Зуди. И там получил верхнее боковое вращение, которое Зуди просто отыграл и отыграл за стол. Давайте сейчас посмотрим. Это такой момент, скажем, даже в таком уровне ошибаются. Вот подрезка накручивает. Раз. Подставка. И там такое летит. Такое летит. Зуди понимал, что он ошибся. И ошибся сильно. То есть, когда подобное случается на высоком уровне, и человек понимает, что его просто накололи, грубо говоря, накололи, то, конечно, думаешь, блин, вот как же так, а? То есть, там понятно, что было длинное розыгрыш, и Зуди уже подустал, но все равно. То есть, есть такой момент, что обманул аламян, переиграл на чувство мяча. Вот так можно сказать. И ты понимаешь, что тебя переиграли, и становится очень неприятно. Думаешь, блин, ну можно было же крутануть. Ну можно же было сыграть. Ну как же так? Зачем надо было просто там откидывать? Ну надо было там сыграть поактивнее. Давайте еще раз посмотрим. Раз. Укороточка, да? Продолжил. Еще интересно посмотреть на технику аламяна, как он играет по завышенному мячу слева. Вот завышенный. Смотрите, да? Становится на носочке, становится на носочке, и корпус удерживает, да? То есть, получается, что он становится на носочке и удерживает корпус, чтобы сыграть, вот он удерживает его, удерживает корпус. Ну это шикарно. Раз ему прижал мяч, да? Ага. И смотрите, его не перекашивает. Вот эта рука не игровая, которая у него остается, да? Она нужна ему, чтобы его не перекашивало, чтобы он оставался. Вот это очень важно. Опять носочки становятся. Раз. Выдерживает корпус. Выдерживает корпус. Обычно как бьют? Обычно бьют ласточка. Раз. Ласточка на одну ножку, потому что контроль теряется. А тут Аламян выдерживает двумя руками, чтобы плотно летела. Ласточка, она не дает такого, скажем, точности не дает и мощи не дает. Ласточка, это как бы уже пойдет мяч просто никуда туда, далеко. Если на одну ножку ласточка сыграть. А Аламян на двух ногах выдерживает и добавляет еще корпус, мощи добавляет. Шикарно. И там еще интересно, в конце, когда он сделал, он еще вот так немножко с боковым туда сделал. То есть он сначала подрезал не игровой рукой, да? Вернул Зуди много верхнего вращения и он еще вот так прочувствовал, хорошо сыграл. Посмотрите. Да, еще раз. Вот он. Поворачивает, подрезал. И вот, вот, вот. Есть такой вот элемент боковой. Вот такой вот маленький обзор Аламяновской игры. Вот. Напишите в комментариях обязательно, было ли полезно. Вот. И все ли понятно было. С вами был Валерий Заренко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока.